Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но из-за сложной эпид-обстановки в этом году вместо масштабного праздника и традиционных больших концертов организуют небольшие активности в разных частях города на свежем воздухе. Например, на площади Куйбышева сельскохозяйственная ярмарка, в Струковском саду книжный фестиваль. А в Куйбышевском районе открывается уникальный этнический комплекс парк дружбы народов. 14 школ Самарской области приведут в порядок в ближайшее время в рамках программы капитального ремонта. Это стало известно на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Все этапы работ будут отслеживать рабочие группы совместно с министерством и родителями. При этом обеспечение упрощенного порядка подготовки проектно-сметной документации – один из приоритетных вопросов при реализации программы капремонта школ. Это подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он провел рабочий день в Самарской области. Участвовал в открытии логистического центра Почты России. Если раньше большой поток почтовых отправлений шел на сортировку в Казань, то теперь почта будет идти напрямую в новый центр. Также Андрей Турчак провел встречу с губернатором Дмитрием Азаровым, где поговорили о развитии почтовой связи в регионе. Такой комплекс мер совместной работы с Почтой России сегодня приводит и к результатам выраженных в открытии крупных флагманских проектов на территории региона. Что у Самарской области получается и что должно быть распространено уже дальше по всем регионам Российской Федерации. Поэтому сегодня познакомимся. На следующей неделе мы с правительством собираемся уже по первым наметкам этой программы и обязательно опыт Самарской области будет востребован. Поволжский университет телекоммуникации и информатики стал первым в стране учебным заведением, в котором можно получить профильное высшее образование в сфере почтовой связи. На открывшейся кафедре будут готовить IT-специалистов для разработки цифровых почтовых решений. Об этом далее Андрей Горгуленко. Современная почта – это не только разнос писем. Это целый комплекс цифровых услуг. Чтобы их качественно оказывать, нужны квалифицированные кадры. Теперь их будут готовить в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики. На базе вуза появилась кафедра цифровых технологий почтовой связи. Здесь будут обучать инженеров, программистов, аналитиков, дизайнеров с перспективой дальнейшего устройства в Почте России. Конечно, современная почта – это пространство цифровых технологий, современных решений, в логистике электронной коммерции, в Клиентском фронте, решения, которые востребованы теми, кто пользуется услугами Почты России. Эту трансформацию переживают все почтовые операторы мира. С идеей реализовать такой проект на базе университета связи выступил депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Парламентер уверен, создание отраслевых кафедр даст импульс для нового развития вуза. Сегодня вуз развивается, кардинально улучшается его материально-техническая база. В этом году мы начинаем кардинальное обновление его зданий, корпусов, учебных, общежитий. Приступаем к строительству бассейна вуза. И вижу одну из главных задач в том, чтобы в вузе появилось как можно больше коллабораций между студентами и основными компаниями, структурами, работающими в цифровых технологиях и на рынке связи. Это станет еще одним шагом к формированию на базе вуза инновационного хаба. Здесь есть достаточно большой потенциал для этого. Есть отличный технопарк, очень интересные разработки и перспективные. Я уверен, что базовая кафедра внесет туда свой посильный вклад и свои достижения также будут представлены в этом контексте. Для студентов разработали четыре учебных плана. Заведующим кафедры стал директор Самарского управления Александр Вакуленко. Впоследствии базовые кафедры Почты России появятся и в других регионах страны, используя практики и наработки Самарского филиала. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Укладываются в сроки. В Самаре продолжается строительство нового детского сада на улице Ташкентской. Он должен быть готов уже до конца этого года. Глава города Елена Лапушкина побывала на стройплощадке и узнала, как идут работы. Мэр также проконтролировала строительство еще двух важных социальных объектов. Возведение второго корпуса школы на пятой просеке и детский сад на улице Подшипниковой. Подробности в сюжете. Новый детский сад в Кировском районе на улице Ташкентской рядом с домом номер 184 достроят уже к концу года. Он сможет принять 132 ребенка, причем 60 в ясельные группы. Ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Строительство типового двухэтажного садика началось весной этого года. Сейчас здание уже готово. Осталось завершить внутренние работы, а затем и благоустроить прилегающую территорию. Ведется внутренняя отделка помещений. Практически выполнена вся наружная инженерия. Осталось только выполнить ввод тепла. Установлены оконные конструкции. Как вы видели, с одной стороны уже оштукатурен и выкрашен фасад. Кипит работа и в Октябрьском районе. Первый корпус новой 26-й школы на 600 мест в этом году уже открыл свои двери для учеников. Сейчас возводят второй на 850 мест. Работы идут по нацпроекту образования. Здание состоит из пяти блоков. В одном из них разместится и дошкольное учреждение. На данном этапе рабочие занимаются системой отопления, электрикой, вентиляцией, внутренней отделкой и штукатурят стены. Здание должно быть готово к концу года. А учеников новый корпус примет уже в следующем сентябре. Район молодой, растущий, развивающийся. Поэтому у нас очень много детей. И потребность в детской инфраструктуре очень большая. В школу на пятой просеке первый корпус помог снизить накал страстей, который кипит на этой территории. Введение второго корпуса на 850 мест в следующем году еще больше позволит обеспечить ребят доступными местами прямо непосредственно в этом же микрорайоне. Идет строительство детского сада и на улице Подшипниковой. Его возводят по нацпроекту «Демография». В учреждении рассчитано на 112 воспитанников. Запланировано 21 ясельное место. Создадут также две специализированные группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Раньше на этом месте был ведомственный садик Минобороны. Здание долго пустовало, его подтопляло. После передачи земли муниципалитету старый садик снесли и на его месте начали строительство нового. Однако потребовались дополнительные дренажные работы. Из-за этого сроки ввода в эксплуатацию немного сдвинулись. Детский сад должны сдать до конца этого года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. Определилась судьба еще одного детского сада. На улице Промышленности ходили слухи, что здание будут демонтировать. Однако местных жителей успокоили, что это не так. Как в данный момент собственник проводит работы по обновлению фасада и системы отопления. Почему жители города пришли к неверным выводам и кто внес ясность, выяснил Михаил Ермоленко. Здание бывшего детского сада по адресу Промышленности 317 сносить не собираются. Ситуацию, которая взволновала жителей Советского района, обсудили на трехсторонней встрече с участием представителей администрации и собственником здания. Решить наболевший вопрос в кратчайшие сроки и внести ясность в происходящее дала поручение глава Самары Елена Лапушкина. Мы организовали здесь встречу жителей и собственника данного земельного участка вместе с бывшим детским садом для того, чтобы он смог жителям просто объяснить опасения по поводу строительства многоэтажек либо строительства других каких-то объектов на данной территории. Данная встреча, конечно, была необходима, просто жители были в неведении. За судьбу здания на промышленности 317 жители начали переживать после того, как вокруг него возвели плотный металлический забор. Люди подумали, что начались работы по демонтажу строения. Однако все это, по словам собственника, не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Огородили территорию. Сейчас в данный момент огораживаем осталось совсем немного, поскольку на территории происходили различные ситуации, которые мы не могли до конца проконтролировать. То есть и костер бывало разожгли, и алкоголь употребляли, и мусорили, и так далее. Территорию оградили. В настоящий момент систему отопления восстанавливаем. И на этом пока все. То есть никаких планов на застройку нет сейчас на данный момент. К слову, жители близлежащих домов сами когда-то посещали детский сад, который находился здесь ранее. Отсюда и справедливое беспокойство за судьбу строения. Более того, многие отмечают, неплохо было бы вернуть зданию его первоначальное предназначение. Мы все жители до сих пор надеемся, что все-таки с новым собственником будет договор. Новый собственник продаст данный детский сад муниципалитету, и муниципалитет его восстановит и вернет в систему образования. Вот что мы хотим. Заместитель руководителя департамента образования Самары Алексей Селезнев рассказал, что существует государственная программа, которая предусматривает строительство, реконструкцию и выкуп помещений для организации в них дошкольных учреждений. По условиям программы здание должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также иметь все необходимые заключения. Повторную встречу решено провести через две недели. За это время департаменты градостроительства и образования проработают вопрос с точки зрения законодательства и проведут переговоры с собственником. Как отметил глава советского района Вадим Бородин, связь с инициативной группой жителей будет поддерживаться. Людей проинформируют о дальнейшем развитии ситуации и принятых решениях. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. В Самарской области ежедневно фиксируют более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом заболеваемость растет не только среди взрослых. Все чаще COVID-19 выявляют и у самых маленьких жителей региона. Что на этот счет, говорят медики, узнала Гульфия Сафина. Первая полноценная учебная неделя. Пока позволяет погода, можно поиграть с одноклассниками на детской площадке. Саша Олейников никогда и не учился без ковидных ограничений. В 2020 году, в год пандемии, он пошел в первый класс. Разделение потоков, отсутствие общешкольных торжеств, учителя в масках и наличие санитайзеров для него привычное дело. Так же, как и само слово – пандемия. Да, все болеют и могут умелеть, конечно, от одноклассниками. Мне вообще не страшно. Я не думаю, что я могу заболеть, потому что... Ну, не знаю, почему я не думаю, что я могу заболеть. А ты думаешь, что болеют только взрослые? Пищат и пищат. Дети ковидом не болеют. Вакцинироваться им не нужно, так же, как и носить маски в общественных местах. Подобные убеждения, сформированные в пандемию, довольно-таки нередки. А вот у медицинского экспертного сообщества мнение отличается. Статистика говорит. Дети в два раза чаще стали болеть симптомно. На днях в своем фейсбук-аккаунте об этом написал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. В регионе фиксируют штамм «Дельта». Его особенности – короткий инкубационный период, обширное поражение легких и острая дыхательная недостаточность, а также более тяжелое течение заболевания у детей. Болеет тоже, к сожалению, на сегодняшний день инфекция для детей переносится намного тяжелее. По сравнению с прошлым годом, реанимации есть и подростки, есть и совсем маленькие до года. Дети как можно меньше должны посещать магазины, кинотеатры, ну и так далее, и тому подобное. На мой взгляд, должно быть меньше различных массовых мероприятий, где должны присутствовать дети. Но если такие мероприятия будут, если им необходимо куда-то и так далее, то это должен быть масочный режим. Двухэтажный стационар «Нашверника». Здесь развернут областной детский ковидный госпиталь. В настоящее время в красной зоне проходит лечение более 80 детей. Отделение всегда под завязку. Трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Причем заболеть могут и малыши, отмечают врачи. Самому маленькому пациенту всего было 13 дней с момента рождения. Знаете, мы будем, наверное, смотреть за развитием ситуации. Через где-то в среднем 10 дней, 2 недели мы, наверное, будем в очередной раз анализировать ситуацию с подъемом заболеваемости. Она у нас считается ежедневной. И в зависимости от того, будут ли чаще болеть дети по сравнению с предыдущим годом, с предыдущей недели. И чаще ли будет тут средне-тяжелый-тяжелый форум, будет уже мера реагирования соответствующей визины. Это и дистанционное обучение, и запрет работы детских, спортивных и досуговых центров, и даже масочный режим для детей. Пока вводить его необходимости нет, подчеркивают медики. Но дополняют, если родители сами позаботятся о безопасности своих чад и обеспечат их масками, будет не лишним. Есть страны, в которых масочный режим обязаны соблюдать дети, начиная с двух лет. У самарских родителей на этот счет самые разные мнения. Сейчас все можно заказать в интернете, и мы этим пользуемся успешно. И продукты, одежду, и все. А так, чтобы прийти, очень-очень редко. Но в целом, да, когда приходим в торговый центр, мы, взрослые, надеваем маски. А ребенок нет. Ну, я думаю, что все болеют, и дети, и взрослые. А насчет, нужны ли маски и вакцины, я до сих пор для себя не определилась. Но я думаю, что если взрослым нужны маски, наверное, они и детям нужны. Чтобы ребенок не оказался в красной зоне, врачи рекомендуют самим родителям наперво пройти вакцинацию от ковида и гриппа. И если от коронавирусной инфекции детской вакцины пока не существует, то от сезонного гриппа прививать малышей можно. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События. А для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, в регионе организована расширенная диспансеризация. На данный момент тех, кто перенес ковид в тяжелой и средней форме – 176 тысяч человек. Для них организуют дополнительное обследование, куда входит тест с шестиминутной ходьбой, коты легких и сканирование вен на ногах. Подробности расскажем далее. Снежана Поликарпова пришла на диспансеризацию после перенесенного ковида. Полгода назад заразилась коронавирусной инфекцией, и вместе с характерными признаками заболевания пришли и другие симптомы. Болезнь ударила по всем слабым местам. Это нервная система, это гастрит, это бессонница усилилась. Все, что у меня было, усилилось в разы. Поэтому я пришла на диспансеризацию, чтобы избежать каких-то еще более сильных последствий. Теперь с Нежане, как и многим, кто переболел коронавирусом, положена расширенная диспансеризация. Она проводится в два этапа. Пациенты сдают анализы крови и мочи, им проверяют уровень холестерина, глазное давление, артериальное, пульс. Также они проходят осмотр у гинеколога, мамолога, делают кардиограмму сердца. Добавились и новые методы исследования организма. Например, сатурация, измерение кислорода в крови, тест с шестиминутной ходьбой, а также дополнительные анализы. Дополнительно проводится общий анализ крови, развернутый, это биохимический скрининг, где выявляются риски. Плюс выполняются исследования лабораторные ТТ-димеры. Это выявляется пациентам, кто переболел средней степени тяжести, либо тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, для выявления рисков тромбообразования. Поэтому пациенты, которые прошли данное исследование, и оно выше 2-2,5 раза, пациенты направляются на дуплексное сканирование вен нижних конечностей, чтобы найти уже скрытые формы патологии, которые могут привести к острым состояниям, это инфаркты, инсульты. При наличии показаний пациентов могут направить и на КТ легких. Как самарцы проходят диспансеризацию, проверил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов. В прошлом году из-за пандемии отменили плановую диспансеризацию. В этом ее восстановили в полном объеме. В территориальной программе заложено 1 миллиард 322 миллиона рублей. Дополнительные средства из федерального бюджета с 1 июля выделили и на расширенные медосмотры для людей, переболевших ковидом. В среднем стоимость диспансеризации у нас в районе 2000 рублей, правопосмотра 1,896. Это те дополнительные средства, которые придут в медицинские организации. В приоритете у нас первые две группы пациентов. Это пациенты с комарбидными состояниями, у кого есть какие-то хронические заболевания. Таких пациентов у нас 176 тысяч. Все списки выверены с лечебными учреждениями и с федеральным фондом. Пациентов приглашают на процедуры работники страховых компаний территориального фонда ОМС. Обзванивают и сами поликлиники. Более того, обратиться можно самостоятельно. Расширенную диспансеризацию проводят по записи как в будни, так и в выходные. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. В поселке Прибрежный продолжается разбирательство по делу об убийстве одного из местных жителей. Тело мужчины обнаружили в лесополосе, недалеко от населенного пункта. В совершении преступления подозревают друга убитого. По некоторым версиям, он пошел на столь циничный и отчаянный шаг из-за того, что друг надругался над его малолетней дочерью. Никита Колосов побывал в поселке Прибрежный и попытался разобраться в обстоятельствах этой трагедии. Казалось бы, типичная пятиэтажка в поселке городского типа Прибрежный. Еще совсем недавно житель этой квартиры Вячеслав часто приглашал друга Олега в гости. Между ними всегда были теплые приятельские отношения. Часто выручали друг друга по хозяйству. И даже на просьбу Вячеслава присмотреть за девятилетней дочерью, Олег реагировал с пониманием. На предпоследней неделе августа Олег помог другу занести новый шкаф в квартиру. После чего приятели решили как следует отдохнуть. Немного выпили, расслабились. А когда друг уснул, то хозяин квартиры обнаружил в его телефоне запрещенное видео, главной героиней которого стала девятилетняя дочь Вячеслава. 25 августа именно в этом доме Вячеслав узнал о том, что его друг Олег совершал насистные действия сексуального характера в отношении его дочери. В результате чего между друзьями произошел конфликт. Соседи Вячеслава по этажу люди пожилого возраста. Многие из них инвалиды. В тот день никто из них ничего не видел и не слышал. Местные жители знали Вячеслава как человека веселого, любящего выпить. Появлялся на улице нечасто. Его жена Наталья, еще до замужества, работала в продавцовом магазине, который расположился в соседнем доме. Она спокойная, обычная девчонка, хорошая девчонка. Поэтому мне ее жалко. Вот если честно, очень жалко. Потому что, ну, в любом случае, наверное, какой-то срок дадут. И ей с этим жить, и воспитывать детей, конечно, тяжело. Олег проживал всего в 7 минутах ходьбы от дома Вячеслава в двухкомнатной квартире вместе с родителями. Соседи дают ему вполне нейтральную характеристику. Вроде пьяным замечен не был, да и к детям на детской площадке не приставал. Обычный человек без особых амбиций. В школе он ничем себя не проявлял, особенно так вот, чтобы его что-то о нем говорить. Не могу ничего сказать. А так общаться после школы не общался. Пройдет, поздоровается, здрасте, скажет. Всегда не так, что вот прошел и мимо не сказал, здрасте, здрасте говорил всегда. В ходе конфликта, который разгорелся между приятелями 25 августа, Вячеслав сильно избил друга. Когда дело дошло до ножа, ребят вовремя успел растащить знакомый. Олег скрылся. А вот телефон в суматохе обстоятельств оставил на столе, в чужой квартире. Чуть позже в нем обнаружили еще одно видео, на котором мужчина совершает действия сексуального характера с дочерью своей бывшей сожительницы. Родители пострадавших детей подали заявление в полицию. Олега объявили в розыск. Но Вячеслав нашел его первым. Именно в этом лесу между поселком Прибрежный и Вентай нашли тело Олега. 2 сентября сам Вячеслав пришел к сотрудникам полиции и указал им место, где находится его друг. Тело погибшего было обнаружено в лесополосе, что указывает на возможную попытку его сокрытия. Поскольку при осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти, в соответствии с действующим законодательством возбуждено уголовное дело, которое квалифицировано по части 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. История, которая произошла в маленьком поселке городского типа, уже прогремела на всю Россию. После произошедшего многие жители Прибрежного встали на сторону подозреваемого в убийстве и собирают пожертвования для того, чтобы нанять Вячеслава адвоката. В данный момент отец 9-летней девочки находится под домашним арестом. Никита Колосов, Николай Сидоров, События. В Самаре открылась новая муниципальная ярмарка. Она начала свою работу на пересечении улиц Киевская-Тухачевского. Благодаря современному оборудованию здесь появилась возможность вести торговлю круглый год. Тему продолжат наши корреспонденты. Производством сыров Сергей Волков занимается уже 15 лет. Говорит, на ярмарке товар уходит в лед. Вместе с напарником Александром они делают не только мягкие, но и твердые сорта сыра. В погоне за натуральностью продукции пришлось даже уехать в другую область. Молоко там более качественное, признаются сыровары. Теперь, благодаря комфортным условиям, которые созданы на новой площадке, продавать свою продукцию напарники будут круглый год. Вот смотрите, сейчас на улице идет дождь, у нас здесь хорошо, светло, тепло. Потому что людям нужно где-то закупаться. Смотрим, какие цены вы видели, какие. Муниципальная ярмарка на пересечении улиц Киевска и Тухачевского представлена в трех шатрах. Все они разделены по категориям. В первом – овощи и фрукты, в том, что по центру – мед, молочная и злаковая продукции. В крайнем торгуют мясом и рыбой. Все они соединены между собой специальными переходами, которые позволяют, не выходя на улицу, перемещаться между торговыми шатрами. Здесь есть первая транспортная развязка и доступность для и потребителей, и для продавцов. Большая площадка, обустроенная нами для и парковки, и подвоза продукции, исходили прежде всего из потребностей жителей. На ярмарке представлено более 150 торговых мест для слихозпродукции. Организованы места для пенсионеров. Так места-то хорошие. Мы под крышей. Дождь был целый день, но мы не замерзли, не намокли. В этом плане хорошо. И наши места пенсионные, бесплатные. Все шатры муниципальной ярмарки оборудованы системой кондиционирования, инфракрасными обогревателями. Поэтому работать площадка будет со вторника по воскресенье круглый год. Ольга Павлова, Никита Колосов, Константин Головин. События. Чтобы не заболели и без проблем перезимовали, Сотрудники Самарского зоопарка готовят животных к зиме и составляют новый рацион питания. Перед началом холодов многим нужно запастись витаминами. В период сбора урожая каждый желающий может привезти угощения для обитателей зоопарка. В Самарском зоопарке Андрей Болтушко работает уже несколько лет. Заведующий акватерариумом не только кормит животных, но и следит за их здоровьем. Перед зимним сезоном Андрей в обязательном порядке осматривает подопечных на предмет самочувствия и заболеваний, чтобы они перезимовали без проблем и ущерба для здоровья. Особое внимание сотрудник Самарского зоопарка уделяет рациону рептилий. Для того, чтобы им пережить вот этот нормально благополучно зимний период, им нужно запастись как можно больше разнообразными витаминами. Ну, то есть, чем разнообразнее корм, тем животные более здоровее. Из-за аномальной жары некоторые животные остались без корма. Сейчас их подкармливают сезонными фруктами и овощами. Ну, а птицам достается в осенний и зимний период черноплодная рябина. По словам специалистов, эта ягода содержит в себе много полезных веществ, которые более эффективно поддерживают здоровье крылатых. Например, витамина П в ней вдвое больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в апельсинах и в яблоках. А содержание йода в ягодах черноплодки в 4 раза выше, чем в землянике, крыжовнике и малине. У нас в питомнике содержится много птиц, в том числе птицы, занесенные в Красную книгу Самарской области. Это глухари, рябчики. Мы с радостью бы приняли в дар нашим птицам черноплодную рябину, обычную рябину, бояршник. Помочь животным запастись витаминами перед наступающими холодами может каждый желающий. В Самарский зоопарк можно привозить овощи, фрукты и ягоды. Для гостинцев организована специальная тележка. Она расположена у ворот. Ольга Павлова, Никита Колосов, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова